В честь Всемирного дня охраны труда представители первичной профсоюзной организации провели на ММК встречи с работниками предприятия. Одна из них состоялась на производстве толстого листа во время сменовстречного собрания. Побывала на нем и наша съемочная группа. Это сменовстречное собрание стало не совсем обычным. Его посетили представители профсоюзной организации. Во время встречи говорили о культуре безопасности на производстве и работе уполномоченных по охране труда, которые являются связующим звеном между работниками и руководителем. Основное внимание уделяется, конечно, соблюдением требований охраны труда и то, что люди сами должны принимать активное участие в решении этих проблем и огромную помощь нам оказывают наши уполномоченные охраны труда. Их у нас около 800 первичной профсоюзной организации. Это люди, которые не за деньги, а просто по велению сердца, совести принимают активное участие в решении проблем. Таким уполномоченным по охране труда является исполняющий обязанности мастера производства толстого листа Виталий Никитенко. На протяжении многих лет, помимо своих основных обязанностей, он следит за соблюдением безопасности на промышленной площадке, а также способствует повышению личной ответственности работников за собственную жизнь и здоровье. В это утро Виталий Никитенко отметили почетные грамоты и денежные премии. Он стал лучшим уполномоченным по охране труда в регионе. По спецодежде у нас большая работа была. Мы заменили сукно, к сукно заменили нагревальщиком, речкой на горячие металлы, гранщику. В летнем период времени было невозможно работать людям. Уставали, усталость, утомленность была. Заменили, более комфортно стало работать. Эту встречу, как и ряд других, представители профсоюза провели в преддверии Всемирного дня охраны труда. Его отмечают 28 апреля. Мы к этому празднику выпустили 7 тысяч буклетов, которые раздаются на смену встречных собраний. В них мы постарались отразить те новшества законодательства, которые вышли в последнее время. А это новые обязанности работодателя, это новые обязанности работника в сфере охраны труда, которые были внесены в Трудовой кодекс. Ну и плюс небольшой подарок с эмблемой праздника Всемирного дня охраны труда. Я думаю, людям будет приятно. В это утро такие информационные буклеты получили все участники собрания. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.